Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь-гроза, днём в отдельных районах сильные осадки. Ветер южный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днём плюс 15-20 тепла и местами до 14 градусов. В Черкесии ночью небольшой дождь, днём кратковременный гроза, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днём плюс 16-18 тепла. Молодая, творческая, но небольшая команда в составе юной исполнительницы Маргариты Уляшевой и автора-исполнителя Далиля Мерзы записали новый очень романтичный трек на песню собственного сочинения. И сегодня ребята – гости нашей студии. В эти минуты они расскажут моей соведущей Белле Джозаевой о съёмках клипа и о том, где любители современной музыки могут его посмотреть. Доброе утро всем, доброе утро, ребята. Доброе утро. Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Повод для нашей встречи, он хороший. Вы вдвоём сотворили клип. Вернее, вы его ещё не полностью сняли, но то, что я видела, меня очень вдохновило. И мне, конечно, хочется у вас порасспрашивать. Я знаю, Далиль, ты автор слов. Автор слов, да. Маргарита исполняет. Ну, давайте, рассказывайте, как создавали, где снимали, как пришла идея. Ну, идея давно была у меня в голове. На самом деле, я сам по себе человек творческий. Ну, для меня никогда не было там проблемой делиться своим творчеством с людьми. Я стихи пишу, рассказы. А вот почему-то с музыкой хотелось попробовать, но я почему-то стеснялся. И как-то так совпало, что решил поделиться. Вроде людям понравилось даже. Я как-то этот страх переборол и решил сделать прям официальную, настоящую, серьёзную песню. Так вышло, что нашёл мелодию, минусовку. Написал текст, но была проблема в том, что я всё-таки могу речитатив, рэп читать, а именно петь я не умею. И мне нужен был как раз ещё по задумке песни. Мне прям просился туда хороший женский вокал, такой немножко подростковый голос. Я какое-то время думал, кого же позвать. Потом вспомнил, что однажды на съёмках мы с Маргаритой познакомились. Вспомнил, как она поёт. Я ей в тот же вечер написал. Говорю, привет, не хочешь попробовать. Она мне сразу же через полчаса в голосовом напела. И всё, я понял, что это стопроцентно попадает. Ну, потому что Риточка у нас поёт прям с самого детства. Мы уже не первый раз с ней встречаемся. Какие впечатления у тебя от этой работы, Рита? На самом деле я очень благодарна Далиле, что у нас так круто получилась эта песня. Очень было приятно работать, очень-очень вдохновлена и готова работать дальше. А на какую тему эта песня расскажите зрителям? Ну, тема вечная, любовь, конечно, да. Так уж вышло, что в основном моё творчество касательно стихов, именно текстов, оно такое, ну, грустное, скажем так, а здесь тема немного иная. Где вы снимали? Мы снимали на... около посёлка Кавказский. Да, на Малом озере. Ну, естественно, конечно, там вот этого маяка всего не было, чуть-чуть воспользовались видеоэффектами, но там очень живописное место, и я сразу про него подумал. Рита, а тебе песня эта нравится? Да, мне очень понравилась эта песня, как раз я люблю песни такие петь, они мне всегда по душе, и голос на них очень хорошо ложится. А планируете ли вы этот клип снять полностью? И если вы его снимете, где его можно посмотреть? Ну, на самом деле, мы сняли просто небольшое видео в поддержку песни, но... Песня называется «Исполнители Марита и Мирза», песня «Так долго». Она есть на всех площадках, вышла уже 31 марта, вот, видео можно посмотреть в социальных сетях, но людям как бы понравилось, мы увидели, что есть отклик, и все просят большой клип, и я думаю, может быть, в скором времени мы подумаем над этим и снимем действительно большое видео. Желаю удачи, я думаю, что у вас все получится, песня действительно прекрасная. Спасибо, ребята, вам. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции, а в 14.30 смотрите «Вести» с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире.